Сегодня о погибших в годы войны скорбит вся страна. На зданиях приспущены государственные флаги. Ровно 70 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Самая страшная и бесчеловечная в истории нашего государства. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Виктор Пашинский хорошо помнит тот страшный день. Солнечное воскресенье не предвещало никакой беды. О начале войны ходили слухи, но никто не ожидал, что это произойдет так скоро. Но ранним утром в небе появились вражеские самолеты. И только в 12 часов дня голос Левитана сообщил о страшном известии. Просыпаемся утром в воскресенье. Грохот, рев. И над лесом летят черные самолеты и бомбят. Что, куда, как. Маневры, не маневры, война. В сквере славы на митинг-риквим, посвященный годовщине начала войны, собрались несколько десятков человек. Руководители города, ветераны Великой Отечественной, школьники и простые макиявчане. Здесь вспоминали тех, кто не вернулся с поля боя. По погибшим отслужили панихиду. Сегодняшний день особый день поминовения всех усопших, воинов и тех людей, которые после войны уже умирали в госпитрах, умирали от ран. Мы молимся, чтобы Господь простил им при грешении, даровал им Царствие Небесное. Миллионы погибших в замоченных концлагерях, умерших от голода и холода. Такой ценой далась победа Великой Отечественной. Только в Макеевке около 20 тысяч юношей и девушек были насильно угнаны в Германию. Около 30 тысяч человек лежат в братских могилах. К сожалению, живых свидетелей тех событий становится с каждым годом все меньше и меньше. И каждая макиявская семья испытала это горе не по рассказам, она испытала это горе на себе. Потому что, наверное, нет ни одной семьи, где бы не были погибшие, где бы не были ранены, где бы не было в семье тех людей, которые жили именно в то время. Сегодня ровно в 10 утра состоялась общенациональная минута молчания. В Макеевке память жертв Великой Отечественной войны почтили гудками и сиренами промышленных предприятий, сигналами машин. После митинга представители власти, ветераны и обычные горожане возложили цветы к мемориалу Вечного огня. Наталья Некрасова, Евгений Красюков, Панорама.